И всем привет, ребят! С вами Старбак, я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нашего нового вулкана, только уже на основной канал. Сегодня протестируем новое устройство, которое можно получить с ивента Кибертанк. Ну и посмотрим, насколько хорошо удастся нам реализовать крупный калибр в рамках сегодняшнего видеоролика. Если вам нравятся видеоролики игрового формата и вы хотели бы видеть больше обзоров на устройства из этого ивента и, например, каких-то особенных, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только рывок аккаунт с этим личный тактимп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего вооружения, то сегодня мы сыграем, я думаю, что на стандартном дефолтном Крусейдора вулкане. Ну и попробуем реализовать это вооружение, посмотреть, что же у нас из этого дела получится. Что касаемо дрона, пока что у меня стоит бустер, но, быть может, даже мы бустера поменяем потом на того же Гипериона, который будет более актуален при контроле вражеского респауна. Поэтому посмотрим, как будет работать это все дело в плане реализации. Так, закидывает меня на молотов, на CTF-очку. В принципе, на такой карте можно очень неплохо контролировать вражеские респы. Ну и для контроля вражеского респауна лучше всего, конечно же, на вулкан подходит иммунка от поджога. То есть, чтобы вам не надо было отжимать кнопку с вулкана, вы просто зажимаете и наваливаете по полной программе. Учитывая тот факт, что здесь еще у нас у этого вулкана довольно сильно повышен урон, то получается это все дело крайне-крайне достойно, я бы сказал, крайне достойно. Да, относительно его урона может быть прям такая очень плотная и крутая накидочка. Так, миной подрываем противника, но, к сожалению, не успел. Я еще одного зарезать, 5-2 кила у нас с первого захода. Хотя, ну, противников открывалось довольно большое количество. Также один из больших плюсов вулкана, вы можете по 100 урона накидывать сразу по нескольким целям, да, и с каждой цели потом получать дополнительные очки за помощь в уничтожении. То есть, вы не сами сливаете, а, например, его кто-то добивает, но вы по 5 очков с каждого оппонента дополнительно забираете. Это тоже, ну, один из бонусов, например, какой-то большой карте, где много оппонентов, вы сразу вот так вот по всем проводите противникам, и, соответственно, у вас потом за всех этих противников дополнительно очки прибавляются. Так, попробуем, наверное, сейчас вот выехать через вот эту зонку наверх. Попробуем здесь сейчас законтролить противника. И, кстати, мне кажется, что в моменте мне как раз-таки не хватает немножечко моего гипериона. Не хватает немножко хп, потому что здесь, ну, как-то залетает довольно неплохо. Так, и у нас уже, кстати, 8 киллов. Отличное начало. Попытка отвоза от противника. Противника здесь сливает, флаг возвращает. Ну, и доставочка первого флага от наших тиммейтов уже производится. В принципе, если у нас тиммейты уже могут увозить флаги, это отлично. Это значит, что мы можем просто жестко контролить правую зонку, да, жестко играть в правую зону, играть в оппонента близко и стараться накидывать как можно больше урона. Сейчас я даже поменяю резист сразу. Заметил я там интересные пушки, от которых мне стоит взять. Заметил я молота рельсу. И третий рез... Блин, третий его, если честно, я не заметил, что там было. Гром вроде как, если не ошибаюсь, вроде гром был. Сейчас посмотрим. Да, два грома как раз супер, шикарно. Попал. По резистам попал. Так, ну и теперь мы просто пытаемся занять правую зону, самую выгодную зону на этой карте для контроля противника. И будем отсюда уже накидывать урончик, плюс добавлять сосулендру на ход ножки, чтобы противника здесь тоже сливать, чтобы урончик у нас был просто великолепный. Выпушивать респы в моменте тоже можно, под, например, такую шареллу. Почему бы и нет? Сосулендра залетает от противника, но она мимо. А вот наша сосулендра уже заходит четко в головешку. Ну и катка пока что идет целиком и полностью под нашим контролем. Тиммейты контролируют здесь и доставки, и свою базу. Ну а я просто играю на плотную накидочку урона на отвлечение противников и на, ну, такую полу... полустраховочку, полустраховочку чисто. Поэтому пробуем въезжать, пробуем накидывать. Урон очень хороший, да, у этого вулкана. Я считаю, что вот прям в моменте можно прям очень хорошие цифры наносить. Так, опять я встречаю в матчмейкинге каких-то типов, которые начинают мне мешать. Очень часто что-то в последнее время таких бойцов я начал встречать. Я не знаю, откуда они появляются, честно говоря, но вот такие вот есть ребятки, которые начинают мешать. Да, то есть там пытаются что-то блочить, пытаются что-то въезжать. Не знаю, откуда они, чем это все дело связано, но как есть, так есть. Так, попытка от противника сыграть под доставочку мы сразу здесь контролируем ее. Вот здесь вот такая вот легенькая накидочка по одному танку, легенькая накидочка по второму, по третьему, да. То есть и вот за каждого противника вы потом просто дополнительно получаете очки, даже если вы его не добиваете. Но можно и добивать. В принципе, с такого большого расстояния не хватает возможности даже и слить оппонента. 19 килов у меня еще даже полбоя не прошло. Уже 19 килов на вулкане. Шикарнейшая реализация вулкана, если честно. Попытка отвоза от противника флага. Нужно стараться сливать. Резистов от вулкана у противника нету. Так, попытка, ну ладно, пусть и мэй забирает. Так, 90. Ну и противник просто отдает мне доставку. Отлично. Вернее, не доставку, а возврат. Возвратик оформляем. Попытка растянуть вулкан. Ой, вулканы, говорю, фреза. Есть три противника здесь. Отлично. Можно, ну ладно, не можно. Не буду я даже здесь прожиматься. Сначала думал прожаться, потом думаю, что здесь противники и так довольно быстро уходят нарезку. И в принципе этого достаточно. В целом, что можно сказать? Ну, лучшие дроны 100% здесь бустер и гиперион. В моменте, мне кажется, даже гиперион можно лучше реализовать, чем бустер. Но у бустера самый главный плюс это дополнительный урон. То есть, например, против таких оппонентов, когда вы контролите нормально карту, то дополнительный урон, он всегда играет вам в плюс. Да, то есть, даже получается 150 дополнительных процентов. Плюс еще у вас дополнительный урон в принципе от самого вулкана идет. То есть, у вас получается очень хорошая комба по возможности уничтожения противника в секунду. Да, то есть, в секунду вы намного быстрее будете наносить больше урона, ну и, соответственно, быстрее сливать. Так, попытка опять отвоза от противника. Довольно много попыток, но пока что ни одной доставки противник здесь не сделал. Шикарная реализация овердрайва. Просто супер. Получилось классно. Мне очень сейчас понравилось, если честно. Так, твинсов начинают брать противники. Но счет у нас уже 5-0. Скорее всего, шансов на камбэка в этой катке уже не будет. Так, ну и единственное, что я могу делать, это просто чуть-чуть давать саппорта тиммейтам. Чуть-чуть саппортинга. Сулендру он противник такой же выдает, как и я по своим тиммейтам. Так, ну и у нас уже прошло чуть больше половины боя. Противник, кстати, уже переодевает даже резист от меня. Играет меня до конца. Отлично. Супер. Еще и вулкан. Ой, вулкан. Викинга твинс прожимается. Выигрываем очень большое количество времени для своих тиммейтов. Ну и пока противник тут пытается что-то раскрутиться. Расчет 6-0. Кикарная реализация вулкана работает. Попробуем сейчас через центрик под накидочку встать. Там твинсов пытается что-то найти. У меня под него особо сильно открываться... Ой-ой-ой, нету смысла. Даже умудрился каким-то образом упасть. Даже вот с самой простой позиции, да, умудряюсь упасть в минус. Ну как? Ну как эта картонка просто в минус переворачивается? Я даже сам не понимаю. Так, ну ладно. В целом у нас и так уже все шикарно. Можно страхануть тиммейта на последнюю доставочку. И спокойнейшим образом сделать досрочку. При том, что у меня уже 30-ка килов в такой катке. 30-ка это уже очень хороший результат, учитывая тот факт, что мы еще целых 5 минут до конца боя. То есть в теории здесь, если эта катка сейчас досрочно бы не завершалась. Но я думаю, что она все равно завершится. Но если бы она не завершалась, эта катка досрочно, то 50 килов. 50 килов можно делать такого вооружения. 50 килов. Но я считаю, что это шикарнейший результат. Просто шикарнейший. Против резистов не так приятно, честно скажу. Не так приятно уже урончик залетает по резам. Но все равно я думаю, что даже против резистов этот вулкан будет показывать неплохие результаты. То есть не шикарные, но неплохие. Неплохие результатики будут. Так, ну и победа закономерная. Залетает в рамках этого боя. 29 килов по итогу мы делаем. Поэтому в целом этот вулкан точно стоит своих, можно так сказать, денег. Да. И стоит своих нервов, чтобы просто даже без доната, без вложений дополнительных проходить и забирать его. Поэтому я считаю, что это очень-очень хорошее и интересное устройство. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, пишите свои устройства, которые вы бы хотели увидеть. В рамках основного канала и обзора. Который стоит, возможно, протестировать уже в ближайшее время. Ну и давайте наберем соточку лайков. Как всегда, по традиции, сотка лайков. И делаем дополнительный контент. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok